МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...картинки, чтобы все это вот как раз нам сейчас покажет. Ну, вы помните, свершить что-то. Имел 20-43. Ну и вот, да, тоже королевский вид. И короли этого вида, собственно говоря, здесь на месте все. И Сергей Макаров приехал. Все сейчас будут... Конечно, этот вид в Дохе всегда доставляет огромное удовольствие, потому что метают они здесь всегда очень далеко. Каждый год за 90 метров, по-моему, летает тут копье. Ну вот, но там какой-то такой хороший летный очень сектор. Хорошая роза ветров, судя по всему. Вот сейчас нам покажут Андрес Торкелсон. Звезда. Звездей не бывает. В очередной раз так, где-то 84, наверное, да? Приблизительно. Он выходит вперед этим. Да. 84 метра. 83.09 пока. Ну, Рилан, а Танго-то не засчитали эту попытку. Все-таки не засчитали, но негодяи. И пока... На шлепку. Пока у Санса... Значит, придется прыгать дальше. Ну да, 17.09 он лидирует. Ну что ж, интересно, как вот Сергей Макаров выступит в этом году. Он очень неплохо выступает. Ты 85.53, по-моему, вот недавно, совсем в конце апреля метнул. И это пока лучший результат в этом году в мире, я имею в виду. Ну, сейчас тут постараются. Есть кому постараться. Ну, сколько? 83.09 первые попытки у Торкелсона. Да, Петкомяки чуть похуже. 80.33 у него пока всего лишь вербанк. Ну, вот Илья Кротков сейчас свою будет выполнять. Свой бросок. Очень нестабилен. Ну, конечно, здесь и ученик железного Петр Фридрих. Нет, ну, это маловато, конечно. Очень напряженно, зажато. Все-таки вот смотрю на, вот как Торкелсон, да, метает. И вот наши вот ребята некоторые. Вот такая разница, что даже удивляешься. А она, я понимаю, когда мужчины... А девочки тоже пониже мужчин будут. Ну да, а здесь, получается, длина ямы такая, а она пролетает, и все, заметно. Ну, от Маттиас Дезора, довольно известный немецкий компиметатель сейчас. Пока у него не очень высокий результат, 81 с небольшим. Но вот третья попытка. Нет, не понравилось. Не понравилось, и он пошел. Ну, а тем временем, пока Торкелсона уже поджимают, и не те, от кого, может быть, он и ожидал, да, этих поджиманий, а. Петр Фридрих, чех, 85-32 уже. И Торкелсон уже на втором месте. И, кстати говоря, у Макарова лучший результат 85-33. Да, Сережа 81-41 метнул в первой попытке. Да, и он все-таки за 80 уже. Вернее, не в первый, а во второй. Ну и вот Тера. Сейчас есть возможность все-таки добавлять. У него 80-33, и как-то он пока седьмой, что-то это как-то даже непонятно. Надо туда, к Фридриху Сторкелсона поближе подтягиваться. Ну, а для этого надо за 83 метра точно метать. Тера серьезен, как никогда. Мягенько так падает. Ну, 82. Нет, ну, чуть-чуть добавил. Чуть-чуть добавил. Но пока этого недостаточно. Пока рисковать боится. Очень аккуратничает. Далековато, да? Немножко такой какой-то скованности есть. 81-20. Ну, собственно, остался на седьмом месте пока. Тоже говорит о хорошем потенциале. И надеюсь на улучшение результатов на 5000 метров. Ну, посмотрим, что Тера скажет. Все-таки, я надеюсь, его седьмое место не сильно пока устраивает. Нет, не получается. Даже до 80 не летит. Есть какие-то лимитирующие факты. Что-то не получается. Какой-то зажатый он очень. Прямо сам на себя не похож. То ли слишком серьезен. Может, чуть-чуть расслабиться над головой. Поулыбаться там как-то еще, пошутить. Может, все и получится. Вот, видите, даже до 80 в третьей попытке. Недолет. Ну, и выходит Андрес Торкессон. У него попытка была, вы помните, 83-67. И он пока второй проигрывает Петру Фридриху. Ну, это надо за 85 летать, чтобы идти вперед. Как он легко это делает, да? Вот все в одну точку. Вот 83 метра. Да, вот он прям это себе прикинул. И вот прям летит и летит туда, пока никак не пробьет эту брешь. Смотри, насколько легче, да? Вот все движения у него получаются, нежели даже чем сейчас у Терра. Что-то он прям, да? Вот здесь какой-то напряженный. Может быть, такой свободы прям еще нет. Которая обычно у Андреса бывает, когда Копье уже летит туда за 88 к 90. Но Петр Фридрих, он лидировал. И, в общем, так и остался победителем 85-32. А вот Терр Петкомяки. Ничего не получалось. И, казалось, уже все, седьмое место, это сегодня его потолок. Но четвертая попытка. Все-таки чемпиона, она свое сделала дело. И 83-91, наконец, он улыбнулся. В общем, с этого надо было сегодня начинать. Начать просто сегодня улыбаться. И 83-91 себя бы не задержали. А вот очень интересный парень, Роберт Остин. Остузин? Остузин, да. Нелегкая фамилия. Да, очень сложная фамилия. Он из Южной Африки. В прошлом году тоже так точечно очень хорошо поджимал лучших компьементателей. И сделал это и сейчас, 84-38, в последней четвертой попытке. Но это нам Петра Фридриха покажут. Мы еще ни одной попытки его не видели. Сережа Макаров подтянулся в 83-78. Тоже в четвертой попытке метнул. В последней попытке собрался. Да, собрался. И в итоге Андрис Торпельсон, который не добавил в последней попытке, остался пятым. Вот так вот они сегодня наказали. В принципе, приятно, что Сергей все-таки тоже Макаров обыграл. Все-таки на уровне. Я думаю, тоже. Я выбрал Торпельса. Все-таки для него это тоже, по-моему, будет хороший стимул. Поэтому довольно все любопытно. Но этот парень, конечно, очень талантливый и хороший. И тут, конечно, сезон готовит и предвещает нам хорошую интригу в этом секторе. Да, Иоанн Железный все-таки тоже знает свое дело, да? Знает. Ох, знает. Так же, как прекрасно сейчас знает свое дело Иван Педроса, который тренирует Тедди Тамго. И тройной прыжок закончился. И вот этой очень хорошей попыткой Тедди на 17-49. В общем, так все и осталось. Ну и надо сказать, что Левелин Санс сегодня наконец-то прорвало человека. Он все-таки по 16-50 прыгал последний сезон, и мы все его помним, критиковали, да, и говорили, что уж тогда завязывай, чем так прыгать, ужасно. Но вот он наконец за 17 метров улетел, сегодня второе место занял.